Всем привет! Меня зовут Юра. Вы на канале Шакаяма. Мы с вами будем готовить сегодня сладости. Сегодня мы приготовим конфеты. Это будут постные конфеты. Корпусные конфеты. Будет очень интересно. Будем гонять сегодня шоколад. Прежде всего нам для конфет необходимо приготовить ганаш. Начинку для конфет, правильно? Начинка у нас будет маракуйя. Вот пюре маракуйя. Здесь 250 граммов пюре. И молочный шоколад. 400 граммов молочного шоколада. Все, что нам пригодится, это блендер и плита. Итак, поехали готовим! Прежде всего ставим пюре на плиту. Доводим его до кипения. Почему мы должны сначала приготовить ганаш? Потому что ганаш должен будет немного остыть. Иначе он нам расплавит корпус наших конфет. В общем, вот пюре наше закипает. Вот видно, пахнет маракуйей на весь дом. Все! Больше нам не надо ее. Мы ее не увариваем. Несем. И заливаем сразу махом. Теперь берем блендер и все смешиваем. Почему мы используем блендер? Потому что мы должны сделать эмульсию. Это стабильная связь жиров и воды, которую мы добавили сюда. Пюре, вода, шоколад, жиры. Если мы не сделаем эмульсию, то наш шоколад будет расслаиваться. Мы можем все смешать вручную. Но качество, поверьте мне, будет гораздо лучше. Следите только за тем, чтобы не набивать воздуха. Мы приготовили наш ганаш. Наш ганаш. Наш или ваш, кому как нравится. Все, блендер нам больше не понадобится. А ганашик мы накрываем пленкой и оставляем. При комнатной температуре он должен остывать. Остыть он должен градусов до 30. Ну плюс-минус. То есть вы его трогаете, он должен быть прохладненький. Пленочкой в контакт. Мама любит шоколад. Любит мама шоколад? И ты любишь? Молодец. Все, закрываем пленкой. При комнатной температуре. Наша начинка остыла. Мы ее переложили в мешок для того, чтобы было удобно наполнять потом конфетки сразу. Это вам такой небольшой лайфхак. Все, а мы ее пока откладываем, она нам не нужна. Нам понадобятся формы. Вот у меня есть три разные формы для конфет, которые мы сегодня с вами, ну точнее я здесь наполню, а вы будете смотреть, как я это делаю. Мы сегодня с вами снимем базовые конфеты. Мы не будем изгаляться с раскрашиванием форм. Если вам это будет интересно, вы оставляйте комментарии. Я вам покажу, как делать разноцветные классные крутые конфеты. Но сегодня мы базу проходим с вами. Так, форму мы пока откладываем. Вот у меня сегодня из инвентаря для темперирования шоколада будет две лопатки. Хорошо бы, чтобы был шпатель, но шпатель у меня на работе. Поэтому у меня вот есть две лопатки. Итак, нам потребуется непосредственно сам шоколад. Шоколад я предварительно растопил, но не просто растопил. Для процесса темперирования его нужно нагреть до 50-55 градусов. Это касательно горького шоколада. Я сегодня буду работать без термометра. Заодно покажу вам, как мы это делаем, когда термометра нет. Он на работе, как и шпатель. Итак, я растопил шоколад. Дальше я его проверяю по губе. Итак, беру, касаюсь губы. Шоколад должен быть кусачий немножко. Он должен буквально чуть-чуть губу обжигать. Ну, не обжигать, естественно. Дальше для шоколадных конфет. Если мы будем делать только с шоколадом, то корпус у конфеты будет очень толстый. Для того, чтобы этого не происходило, у меня тут есть масло какао. Я его уже растопил. Оно как бы дубовое, топится долго. Я его заранее растопил. Теперь я его буду брать и добавлять в шоколад. Смотрите, как меняется консистенция. Вот сейчас вот такой вот шоколад. Видите, какой текущий, но густой. Добавляем сюда масло какао. На глаз. Масло мы все время добавляем на глаз. Здесь нет каких-то пропорций. И перемешиваем. Хорошо перемешиваем. Так как шоколад состоит у нас в основном из масла какао, смешивается оно хорошо. В идеале масло какао и шоколад должны быть одной температуры. Но это не принципиально. Все нормально. Смотрите, видите какой он стал? Проверяем температуру. Нормально. Итак, следующий этап. Мы берем и три четверти этого шоколада выливаем на камень. Все это мы отставляем. И теперь нам нужно температуру этого шоколада опустить. Опускаем мы ее до 25-27 градусов. Я люблю до 25, но так как у меня термометра сейчас нет, я это все буду делать по губе. Я вам расскажу, какой же должен быть шоколад по ощущениям, когда у него правильная температура. Вот так вот размазали и начинаем собирать. За счет этих манипуляций мы быстро опускаем температуру шоколада, провоцируя в нем процесс формирования кристаллов, кристаллизации. Кристаллы нам нужны определенной формы с правильной температурой плавления. Правильная температура плавления и правильная форма кристаллов начинает формироваться после 27 градусов по Цельсию. Поэтому мы быстренько остужаем, проверяем еще чуть-чуть. Камень достаточно холодный. Надо всегда учитывать, что температура камня очень важна. Если у вас камень 30 градусов, то вы на нем никогда не остудите шоколад до 27 или даже до 29. Самый минимум, что вы можете достичь, это 30 градусов. Так. Погоняли, погоняли. Так, замечательно. И обратно собираем. Шоколад любит, когда его перемешивают, насыщают кислородом. Здесь вот будет ссылочка. Мы уже делали шоколадные конфеты, но не корпусные. Мы делали формовые конфеты. Посмотрите, там мы тоже темперируем шоколад с термометром, как полагается. Сейчас у нас походный вариант. Все, мы остужаем шоколад до момента, когда вы чувствуете, что он холодный. Вот прям холодный шоколад. И теперь нам нужно его температуру поднять обратно. Для этого мы берем тот, что у нас остался и загружаем сюда тот, который мы остудили. Если шоколад уже застыл у вас на столе, вы его не собирайте. Он испортит вам все. Итак, мы собрали шоколад и теперь нам нужно его перемешать. И тот, который был внутри, который мы не гоняли по столу, он сейчас нам поднимает температуру до рабочей. То есть мы 50-55 нагрели, спустили температуру до 25-27 и подняли до рабочей температуры. Рабочая у нас 30-32 градуса, но не выше 34. Так, проверяем на температуру. Мне кажется, что в самый раз. Но прежде чем приступить, так как термометра нет, мы делаем тест. Мы берем лопатку, макаем ее в шоколад и оставляем. Если через пять минут этот шоколад станет матовый, значит процесс кристаллизации идет полным ходом. Если же он через пять минут все еще будет блестящий, значит мы где-то промахнулись с температурой. И придется все повторять заново. Поэтому ждем, что нам скажет наш тест. Прошел наш тест. Как мы видим, прошел он успешно. Шоколад застывает. Вот видите, он не блестит, он стал матовый. Это значит, что кристаллизация идет. Мы можем продолжать. Вот наши формочки. Так, мы возьмем мешок и наполним его шоколадом. Отрезаем небольшой кусочек. Все, поехали! Наполняем форму шоколадом. Так, нам надо их обстучать. Делаем это вот так. Чтобы убрать весь воздух. И выливаем из формы шоколад. Выливаем излишки. Все зачищаем. И оставляем, чтобы застыл на стенках шоколад. То же самое делаем с остальными формами. Теперь ждем, пока матовыми станут наши формы для конфет. Это значит, что шоколад закристаллизовался и мы можем их выполнять. Все, ждем. В общем, какая ситуация? У нас уже все постояло. Корпусы для конфет, как мы видим, стали матовыми. Больше не блестят. Пришло время заполнять их начинкой. И поехали. Заливаем, но не до самого конца. Наполнили мы наши формы. И теперь мы должны дать этому всему застыть. Но это долго. Оставляем их часа на два, на три при комнатной температуре, чтобы оно стабилизировалось. И тогда только сможем закрывать. Иначе никак, иначе не можем. Вернемся с вами к ним, когда они будут готовы к закрытию. Наши конфеты отстояли два часа, даже два двадцать. Вот они, видите, дно уже, ну сам ганаш начал схватываться, кристаллизоваться, он уже не жидкий. Теперь нам осталось только их закрыть. Единственное, с какой проблемой вы столкнетесь, это с тем, что шоколад нужно постоянно поддерживать в состоянии не застывшем. Иначе, если он застынет, вам придется заново все темперировать, в общем, весь процесс повторять. Поэтому я его просто периодически как бы подходил к нему, ставил на водяную баню, помешивал, проверял, чтобы он не перегревался, снимал. В общем, процедура такая. Итак, берем вот наш шоколад. Берем палетку, которой мы все будем закрывать. Грязная часть работы еще не закончилась. Поехали, мы берем, наливаем шоколад. Сразу на несколько этих налили. Теперь берем палеткой и закрываем. Сняли. Если есть где-то косячок, закрыли, зачистили. Вот так вот. Все залили. Взяли палетку и аккуратненько. Все. Еще разок финальные прошлись. Все. Теперь эти конфеты мы отправляем застывать. Отправляем их в холодильник минут на 30. Полчаса, как минимум, они должны отстоять, чтобы шоколад полностью кристаллизовался. И только потом мы сможем их оттуда вытряхивать. Вот, собственно, вернемся к ним через полчаса. Пока почистим здесь все вокруг. Немного это все-таки работа грязная. Но это же шоколад, это же не какашки. Поэтому можно спокойно это обрезать. Очень вкусно. Наши конфетки полчаса, минут 25 они отлетали. Смотрите, я вам сейчас покажу. Видите, видно, что они... Вот эти еще нет. Но мы сейчас их освободим. Итак, как мы это делаем? Надо чуть-чуть покрутить форму. Наши формовые конфетки. Степа, хватит, Степа. Сейчас Степа все их съест. Давайте попробуем. Ты уже сколько попробовал? Очень классные конфеты. В общем, это базовая техника, как просто с ними работать с формами с шоколадом. Если вам будет интересно, как сделать разноцветные конфеты в виде космоса, там, в общем, позаморачиваться, пишите в комментариях. Мы снимем для этого отдельный ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока.